13.05 в Кирове на 101.фм. Программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. И напротив меня сидит Марина Сергеевна Сазонтова, вице-спикер УЗС. Марина Сергеевна, добрый день. Добрый. Очень рада вас видеть в студии. Я вначале напомню, как можно с нами связаться. Во-первых, есть сайт эхокирова.ру. В раздел «Анонсы» там можно писать вопросы нашим гостям и спикерам. Сейчас, пока говорю, я проверю этот раздел. Также можно писать в Твиттер по ходу программы. Мы стараемся читать и самые интересные вопросы озвучивать. Ну вот, давайте начнем с выборов губернатора в соседней с нами республике Мариэл. Президент республики. А, пардон, там президент. Как мы понимаем, Сергей Павлинович Мамаев, наш коллега, баллотировался на эту должность, но, к сожалению или к счастью, не знаю, для жителей Мариэл не прошел. Вот вы знаете какие-то подробности выборов, как они проходили? Да, мы вчера как раз встречались с теми, кто был там на этих выборах и приводили вполне конкретные факты, причем не просто голословные, а оформленные протоколами, актами, то есть заявлениями вполне конкретными. И таких нарушений было достаточно много. Могу сказать, что если, например, на каком-то участке было записано, что досрочно проголосовали 180 человек, это из 1180, то есть 10%, но даже эти факты настораживали, потому что обычно в таком количестве досрочного не было. Это много? Более чем, да. А второй случай, когда на тех же участках, причем это массовые как раз были факты, были, так сказать, заявления для голосования на дому. И вот когда наши коллеги, соратники, будем так говорить, выезжали с этими группами, вот с переносной, да, для голосования урной, выяснилось, что, например, нам приводили факт, из 92 заезда, значит, из 90 человек, вернее, из 110, сейчас скажу, из 150 заявлений, 90 вообще не подтвердились. Люди, к которым приезжали, говорили, а зачем, мы даже не просили об этом. То есть вот эти факты были как раз многочисленные. Что это означает? Когда приезжает голосование на дому, то есть можно как-то повлиять на человека. Опять же, голосование досрочное, когда приходит, тоже можно, так сказать, какое-то влияние там оказать. Поэтому вот эти факты, они, конечно, настораживали. Или когда там из воинской части, по-моему, досрочно там 835 человек. И сама компания, когда какие там были обвинения, что там использовалось, и в нашей области, и город, так сказать, потрясли, что мы такие плохие. Что, насколько я знаю, компанию чисто и назвать очень сложно. Её везде сложно назвать, потому что поддаются люди на... Вот психология такова, что на плохую информацию человек воспринимает, так сказать, гораздо глубже. И потом, чтобы переубедить, для этого как перевоспитание, это гораздо сложнее сделать, и не удаётся для каждого. Потому что есть люди зашоренные, вот он получил одну информацию, и его уже невозможно переубедить. Ну, это уже от его уровня развития, я готова, так сказать, зависит. Поэтому то, как прошла эта кампания предвыборная, я знаю, что Изюганов заявление готовил как раз по МРИЭЛ, для того, чтобы пересчёт голосов был, проверить, как там оно было, какие решения примет, с их я не могу за него, так сказать, решить. Ну, вот как мы знаем, Леонид Маркелов победил с результатом 50,76% голосов. Вот как Вы думаете, эти 0,76% как раз те самые нарушения? Они могут быть эти самые нарушения? Я допускаю. В нашем случае мы можем предполагать, это моя, так сказать, точка зрения, моих там соратников, то, что действительно, раз Вы представьте, если 10%, которые на дому, которые досрочные, активные, это уже 20% от общего числа избирателей, то есть цифры достаточно большие и настораживающие. Сможет ли ЦИК дать объективную оценку, какое решение он примет, к сожалению, я не могу за это ручаться. А на Вашей памяти есть решение Центра избиркома как раз вот о таком пересчёте голосов, который последовал уже после выборов в связи с нарушениями? Увы, нет. И могу сказать, даже когда памятное событие на Солнечной 37, по-моему, 39, да, выдавали эти 500-рублёвые купюры, 7, это посчитали, что ничего особенного нет. Людям просто хотели сделать подарок в день выборов. Ну, есть избирательная комиссия города Кирова, а есть Центр избирком, да? Да, и сегодня претензии к Чурову достаточно высказываются, немало претензий, как они принимаются. И когда за нарушение, вот у нас в Орлове был случай, и зафиксирован факт попытки вброса, и по Маверникамскому, я могу, где-то восточные наши районы, северо-восточные, да, и было сказано, вместо того, чтобы уголовное наказание, и это урок всем остальным председателям участковых комиссий, значит, в связи с искренним раскаянием. Вот если у нас искреннее раскаяние, мы получаем того депутата, который вот не совсем честным путём прошёл, да, то перед избирателями они готовы принять эти искренние заблуждения у председателя участковой комиссии, который попытался совершить уголовно наказуемое действие. Пока у нас не будет. У нас сегодня, вот сегодня у меня был из Нагорска, как раз посетитель, он в системе исполнения наказания долго работал, когда говорит, да, там, за два мешка зерна, которые вот он украл, он там 3-4 года получил, и в то же время, когда папа вносит 216 миллионов за Васильеву, да, и всё хорошо решается. Вот это беда нашего общества, когда у нас нет наказания за совершённое действие соизмеримо. Его нет соизмеримости, это, к сожалению. И когда вот такие действия, особенно на выборной кампании, и мы сегодня ведь следствие того, что снижается число участвующих в этих, да, в голосовании, потому что у людей ходи, не ходи, всё бесполезно, и для того, чтобы какое-то решение принять, это выгодно тем, кто сегодня рвётся к власти. Потому что голосовать придут те, кому сказано прийти, административный ресурс, а вы недовольны, вы не хотите, не ходите, зачем вам, так сказать, да, волноваться. И проходят у нас сегодня депутатами те, кто может раздаривать подарки, понимаете, у нас это сегодня очень распространено, и в то же время люди не задумываются. Вот подарок, он там тысячи, предположим, да, жителям какой-то, да, а когда приходит время голосовать, он лишает сегодня сотни тысяч людей той льготы, которую они могут получить. Я приму, например, такой, да, в Государственную Думу был внесён законопроект о том, что МРОД, который у нас сегодня 5 695 рублей, да, не может быть меньше прожиточного минимума, вот он среди у нас 9 тысяч, и если бы 2 трети регионов, вот представителей, да, регионов, представительная власть, да, поддержали бы вот это, так, Госдума обязана была бы это рассмотреть и учесть мнение. Но сегодня большинство в нашем законодательном собрании не поддержало мою инициативу, с которой я вышла бы поддержать это. Вот ответ на вопрос. Красиво мы выбираем за подарки, а как этот человек голосует в действительности и чьи интересы представляет, избиратели не хотят интересоваться. Ну, знаете, вот я помню, после тех громких выборов с 500 рублёвщиками в этой студии был Михаил Курашин, он сказал, вот вы знаете, видимо, это общество заслужило этих депутатов. Ну, это давнее уже, так сказать, заслуживаемый всех, кого выбираем, но, к сожалению, сегодня не выбирают. Отсутствие то, что не хотят идти на выборы, да, вот, в общем-то, это где-то и поддержится. Ну, и ходить. Вот я это ещё хочу обсудить дальше, но сначала я хочу закончить с Сергеем Павлинычем Мамаевым. Его результат 32,33%. В принципе, это высокий результат. Это хорошие цифры. Как вы считаете, это протестное голосование в Мариэл или это голосование именно в поддержку Сергея Мамаева? Ну, во-первых, там было пять кандидатов. Там был Черкасов, депутат Госдумы, который 7%, если я не ошибаюсь, да, получил. Ну, и два таких дежурных там у них совсем немножко. Поэтому, если кто-то хотел бы протестный, они могли бы не за Маркелова. В смысле, имеете в виду, не за Мамаева? Не за Маркелова. То есть это было бы протестное движение, то есть просто протестую, да, но не хочу за Мамаева. Вот все-таки 32%, я подвожу, все-таки 32%, я думаю, это было как раз за Сергея Павлиныча. Я просто, насколько знаю, да, в Мариэл недовольный действующим губернатором Маркеловым. Президентом, да. Да, да что ж такое, ничего страшного. И как раз мой вопрос был о том, это вот недовольные голосовали за Сергея Павлиныча, то есть лишь бы не Маркелов? Нет, я вот и ответы дала, что если бы было только два кандидата, тогда да, выбирать не из кого. Я поняла про двух кандидатов, да, поняла. Да. Хорошо, вот давайте тогда поговорим в общем и целом о выборах прошедших. Вы уже сказали, что очень низкая явка. А во многих регионах 20%, 21%, 25%. То есть на выборы приходит меньше трети населения. Вот почему существует такой тренд? Почему так мало людей ходит на выборы? Ну вот, знаете, когда выборы проходят, и люди задают вопрос, вот мне даже, да, мы ведь никогда там за этого не голосовали. И никто, вот кого спрашиваешь, никто за него не голосовал. Как же он прошел? Я говорю, ну, если явка минимальная, я уже повторяюсь, да, то придут люди те, кому указано прийти и указано, как голосовать. Административный ресурс, это там не Кировская область, это повсеместно. Поэтому, отсидевшись дома, и потом ратуюсь, что вот опять вот не избрали, вот все это бесполезно, вот этой пассивностью люди позволяют, чтобы выборную должность занимали люди, которые совершенно не будут отвечать их каких-то чаяниям и так далее. Ну, то есть те люди, которые не приходят на выборы, они считают, что все равно не будет честных выборов, что, допустим, все решат без нас, что нашим ничего не значит. И этим самым они, в общем-то, потворствуют тому, чтобы эти посты занимали люди, не отвечающие им их интересам. Вот понимаете, здесь я не идеалистка, что сегодня все придут, и выбор будет таков, как захочет народ. Мне не очень много разных. Вы понимаете, когда человек вот так вот апатично, а все это бесполезно, в общем-то, это удобный человек для этой власти. Он, как сказать, льет воду на ее мельницу. Поэтому не жалуйтесь. Вот если мнение, это, в общем-то, как обязанность. Я встречалась со студентами Юрокадемии нашей, ребята готовили свои предложения, и, в частности, несколько человек говорят уже не в первый раз, молодой человек очень такой активный, давайте будем штрафовать тех, кто не ходит на выборы. Ведь мы не говорим, что ты обязан за того или иного голосовать. Мы говорим, ты должен прийти, вы должны прийти на эти выборы и волеизъявление свое, так сказать, проявить. Но на это же тратятся огромные деньги. Вот я знаю, когда в городской думе там по той или иной причине выборы не состоялись, где-то 3 миллиона на округ городской. И те, кто не приходят, тогда был процент явки, да, выборы просто там в три тура пришлось уже проводить. 9 миллионов. Поэтому я считаю, наверное, не какие-то страшные штрафы, да, но по крайней мере ощутимо, что если деньги тратятся, ты не приходишь по неуважительной причине. У тебя есть возможность там досрочно на дом вызвать, если ты заболел. Это твоя обязанность, долг. Вот когда мы до такого гражданского, так сказать, вот самосознания дойдем, что мы обязаны в этом участвовать, но у нас право, свобода выбора, за кого голосовать. А как вы считаете, какой размер штрафа может мотивировать того, кто не ходит на выборы, встать и пойти? А вы знаете, надо это, наверное, обсудить, потому что я не люблю так сидеть и гадать, это не в моих правилах. Наверное, нужно от каждого муниципалитета, если они проводят, они сами, может быть, свой какой-то определят, что может человека подвигнуть. Мы живем все по-разному, город нельзя сравнить с селом. Поэтому здесь, как идея вот этого студента, ее академии, она, к сожалению, вот как-то не берется в расчет, потому что, наверное, это власти не нужно, чтобы явка была выше. А вот вы знаете, по поводу явки есть такое мнение, что она сознательно уменьшается. То есть, что я имею в виду? Что о дне выборов мало информируют. Например, бывают такие случаи, когда человек пришел на выборы в свой избирательный участок, и избирательный участок переехал в другое здание, и не каждый человек пойдет еще куда-то в воскресенье, там, в свой выходной день, чтобы проголосовать. Вот вы согласны с этим или нет? Я могу сказать, конечно, я служу по городу, но каждый раз перед началом голосования, днем голосования, во-первых, я понимаю, может быть, не все смотрят телевизор, потому что без конца появляется информационное сообщение, там, такой-то день выборы. Теперь, когда у нас вообще единый день голосования, тут уже о дне сложно. А то, что касается участка, я, например, каждый раз, у нас тоже, например, место голосования изменилось, я получала от членов участковой избирательной комиссии, да, сообщения, где будет проходить голосование, в какие сроки, где досрочные, как, куда позвонить, если, например, я не могу прийти. Поэтому сказать, что вот бедные, несчастные не знают, что такие выборы, я могу сказать, конечно, в сельской местности немножко другая картина, обойти большую территорию сложно, но в рамках районного центра, и уж не говоря о городских кругах, извините, это просто отговорка для многих, что вот он бедный, несчастный не знал. Вы знаете, в понедельник на Эхе Москвы была программа «Полный Альбац» с Евгением Альбац, и как раз вот она обсуждала с политологами, прошедшие региональные выборы. И вот один из ее гостей, Станислав Белковский, сказал, я сейчас процитирую, что Путину стало пофигу внутренняя политика, ему все равно, кто будет губернатором. Он занят международной и внешней политикой. Вы согласны с этим утверждением? Ну, я бы так сказала. Сегодня очень многие за то, что Крым вернулся в состав России, на международном уровне. Но давайте посмотрим на внутренние наши дела. Я не беру там какие-то вопросы, даже политические, или еще прочие. Но сегодня у нас в муниципальных образованиях, в районах, беда там, не хватает денег ни на зарплату бюджетникам. Все вот в очередь выстраивают все сюда, в министерство наших финансов, чтобы как-то разрешить эту проблему. Сегодня, когда у нас закрываются предприятия, ну вот реакция, не знаю, если вы видели Росгострах, который открыл у нас центр, там 1500, как оценили этот факт. Перекладывать бумажки в рабочие места, да. Но вот если бы вместо этого было открыто предприятие, на которое пришло бы 1500 работающих, то есть реально что-то производящих, наверное, это было бы, во-первых, хорошее отчисление налогов и самого предприятия на прибыли и так далее. Поэтому сегодня мы, наоборот, видим, что закрываются сокращения рабочих мест на предприятиях, промышленность. А ведь без этого правильно спрашивают, а кто будет кормить страну? Кто будет производить вот сейчас импортозамещение? Ну, давайте так скажем, а кто допустил такую ситуацию? Почему возникла эта необходимость об импортозамещении? Почему мы не развивали свою промышленность, да, осмотрели на кого-то и на чего-то? Так-то не должно быть, потому что основа развития все равно это экономика, производство, сельскохозяйственное, промышленное, а мы уповали на кого-то, на чего-то. Я считаю, что, не знаю, там в какие годы называли бы, наверное, врагами народа, кто такие решения принимал, закрыть, отказаться, что нам все будет манна небесная валиться. Поэтому оценка, я считаю, она жесткая, да, может быть, на международном уровне можно оценивать так политику, которую президент проводит, но в стране, к сожалению, проблемы, по-моему, пока нарастают. Ну, а вот смотрите, если вообще выборы себя вот так дискредитировали, да, выборы губернаторов в частности, может быть, их снова отменить? То есть, возврат выборов, это ведь была уступка Медведева либеральному сообществу. Помните? Вы имеете на уровне губернаторов? Да, я имею в виду, губернаторские выборы, там выборы мэров, если они где-то есть. Ну, вот, если такая ситуация, если низкая явка, если есть нарушения и так далее, если народу все равно они не приходят, может отменить эти выборы? Вот смотрите, что можно получить. Ведь то мы остались, вот если вы говорите, даже явку мы очень, я считаю, 20% это и то много. У нас на выборах, там, представители, членов, вернее, депутатов законодательного собрания по некоторым округам было 7,9% явка. Так что 20% это почти в три раза, да, там, больше. Если нам рассматривать, а кто остался дома? Это не те, кто, ну, по какой-то причине там что-то не смог. Как правило, в большинстве своем люди недовольные той сегодняшней ситуации. Но они не проявили себя никакой. То есть это люди, которые сознательно не пошли на выборы? Да, в большинстве, которые посчитали, что все это бесполезно. Но, ведь если рассматривать и с точки зрения социологии, и там по другим, и психологии, тут несколько факторов будет срабатывать. Вот когда накапливается такое недовольство, пик, когда он наступит, и во что это выльется? Кто сегодня хочет получить стихийный всплеск недовольства? А как вы знаете, так сказать, если идет в одном, по физике мы изучали, да, сообщающиеся сосуды, если где-то давление, то будет с другой стороны сильный выплеск. И выплеск будет стихийным. Поэтому, когда говорят о том, что вот давайте, может, вообще отменим, мы можем получить выплеск в любую сторону. А сегодня поводов для этого более чем достаточно. Это растущие там и цены, и тариф, стоимость там, этих тариф и так далее, и так далее. В какой момент? А сегодня у нас много молодежи. Когда приезжал сюда, вот ЛДП этот, Жириновский, ну, это, наверное, лет 8 назад было, я встретилась с ребятами на Лепсе где-то, на Цеховой, которая после встречи с Жириновским. Он говорит, вы коммунист? Да, вот если бы нам дали автоматы, мы бы сейчас все положили. Вы понимаете, вот молодежь, которая сегодня сталкивается, вот ко мне вчера обращали, заканчивают вузы, получают специальности, нигде не могут устроиться на работу. Предположим, девушки, ладно, перспектива, может быть, замуж как-то и семью создать у них хотят и цель. А для парней это, к сожалению, очень большое. Они не смогут ни семью содержать, ни сами себя обеспечивать. И куда-то вот этот выплеск стихийный, чем-то подогретый или кем-то подогретый, он никому мало. У нас нет запасных аэродромов, чтобы мы могли куда-то уехать, пересидеть там на даче, да, потом вернуться сюда. Поэтому здесь надо гораздо шире смотреть. Замена или отмена этих выборов, она еще больше, что сегодня людей еще дальше отстраняют, избирателей, да, мы без вас все решим. Но тогда иногда народ берет власть в свои руки и говорит, да, мы сами будем решать. Вот здесь надо очень баланс соблюдать и смотреть, насколько реально ситуация вот этих неприходящих на выборы и какой это, что за контингент и с каким настроением. И как там может быть накаливается как-то эта атмосфера, градус ее, следить за этим. Ну вот смотрите, понятно, да, что отмена выборов, допустим, может возмутить очень многих, но наше там руководство страны иногда принимает решение без оглядки, да, на массовые возмущения. Вот как вы считаете, насколько высока вероятность того, что действительно там Владимир Владимирович железной рукой отменит выборы губернатора. Это может произойти, если ему нужны удобные губернаторы, чтобы выстроить свою вертикаль, но всегда за этим может последовать, так сказать, отдача. Выстрел в одну сторону и отдача в другую. Как с этим смиряться? Вот вы хотите, ведь в общем-то и Путин, и мы при нашем участии или не участии был избран президентом. Так что ответственность на каждом из нас лежит. Я вот там как коммунист, предположим, не голосовала, да, но я, значит, не смогла убедить то количество людей, которые бы свою точку смогли выразить и не прийти или там не проголосовать, да. Поэтому здесь ответственность на каждом из нас лежит. А по поводу вот, по поводу КПРФ, да, раз вы коммунист, я вас спрошу, а кто сейчас аудитория КПРФ? А вы знаете, очень интересно появляется тенденция. Пожилые люди, может быть, в силу возрастных особенностей, да, когда им приносят вот там подарки многозначные, ну, перед то маслом подсолнечное, кому-то там конфеты, кому-то сухарики и так далее, в благодарность идут и голосуют за одарившего их, хотя они понимают, что, в общем-то, эти все подарки сделаны на их собственные деньги, которые там или налоги в какой-то степени значит там над прибыли, которые они полностью там и так далее. Это их, в общем-то, на их деньги купленные подарки. А решения, которые будут принимать эти люди, могут быть далеко не в их интересах. Так вот, когда эта категория людей, она сегодня, к сожалению, говорили партия, там, КПРФ, она уже устарела, там, уже все так далее, к сожалению, на некоторых пожилых как раз нельзя делать ставку. Они сегодня идут как на заклание, голосуя за то, кто, вот, морковку покажет, они идут за ними. И в нас появляется молодежь, которая хочет разобраться, а что это такое, почему так происходит. Изучают и работы, и Маркса, капитал, который, оказывается, очень своевременный, да, если ты хочешь экономистом быть, прочитай, ведь никто не тебя не агитирует за компартию, ты просто прочитай и сам сделай выводы. Вот, и, конечно, это очень как радостно даже, что ребята такие интересуются, не то, что они сейчас сразу в партию вступают там или нет, они присматриваются, они интересуются, то есть, вот их нельзя так, на сколько, что ребята пошли в компартию. Нет, они хотят сначала сами разобраться, понять, и уже осознанный выбор сделать. Поэтому быстрой какой-то смены, кто-то сейчас там просто вспоминает советские времена или еще что-то, да, но остается сторонником компартии, не всегда оформляя, например, а во-вторых, если ты заявляешь, что ты коммунист, занимая какую-то должность, это может быть чревато, тебя могут начать тихонько избавляться, там, премьи не начислить или еще что-то, потому что человек слишком активно себя ведет. И, например, мне, как депутату, даже невозможно попасть на некоторые предприятия под любым предлогом, которые отказывают мне в этом. Ну, вот я могу сказать, там, председатель правкома завода Лепси, да, Мальцева, когда я направила письмо, что встретиться с председателями цеховых комитетов не было сказано из ее уст, и я спрашивала, я могу с Салатином, да, они сказали, что они не хотят встречаться с депутатом с Сазонтовой. А ведь в этом они носители информации, и если эта встреча проходит плохо, они так и скажут, что с Сазонтовой, зачем там с ней, вот она там такая или нет. Если я помогу донести до какую-то полезную для них информацию, так это им, они... Ну, видимо, это комплимент для вас на самом деле. Ну, это, знаете, можно называть по-разному, и, так сказать, почему люди препятствуют таким встречам, но избиратели должны знать, а ведь многие не будут разбираться. И даже есть просто подставы, когда говорят, что вот, мы с вами не будем встречаться, потому что вы не пришли на встречу. А я даже знать не знала о том, что такие выявления были. Такая встреча была. Да, то есть вот используются всевозможные способы для того, чтобы не допустить прямого общения. У нас ведь раньше если был депутат от предприятия, Севка Борков, стань передо мною. Каждый раз можно и день с ним было встречаться. А сейчас, ау, где ты депутат? И многие даже знать не знают. И где с ним встретиться, и вообще, кто он? Я на этом предлагаю прерваться, потому что нам нужно уйти на рекламу. Я напомню, что это особое мнение вице-спикера ОЗС Марины Сазонтовой. Сейчас мы прервемся, но очень скоро мы вернемся. Особое мнение на 101.FM. Мы возвращаемся в эфир, я напомню, на 101.FM программа Особое мнение. И свое особое мнение сегодня высказывает Марина Сазонтова, вице-спикер ОЗС. Я предлагаю немного продолжить тему выборов, но на этот раз выборов парламентских. В частности, Госдума одобрила в первом чтении законопроект о переносе парламентских выборов 2016 года с 4 декабря на 18 сентября. Вот, как вы относитесь к этой инициативе? Вы знаете, как и к этой инициативе, конфектуя уже не инициативе, а факту, когда у нас единый день голосования назначен на 2 воскресенье сентября, большой благоглупостью. Потому что, когда мы говорим о выборной кампании, если мы ее собираемся проводить с избирателями, то где находятся избиратели в июле-августе? В большинстве... В садах, огородах или в отпусках? В отпусках и на каникулах, так сказать, ну, с родителями, да, там, кто, когда уезжает. И, значит, видимо, выгодно проводить так кампанию, чтобы административный ресурс, он весь на месте. Он знает по команде, проголосует так, как нужно, и, вот, как, кстати говоря, в Мариэл мы снова вернемся, правда, когда я сказала, не знаю, в нашей области такое есть или нет, глава сельского поселения очень волновался за явку. И, оказывается, когда там за 50% перевалило, он утирал пот салба, ну, кто-то его спросил, а чего же так волновался, это что? Перед выборами каждый из них написал заявление, прошу снять меня с данного, значит, должности с числом. Было указание, что если человек, значит, отвечающий, вот административный, да, не обеспечит явку больше 50%, он покинет свой пост. То есть, методы используются, самые разные, это как раз сентябрь. Поэтому перенос, если мы говорим, ну, надо, наверное, было делать так, если выборы состоялись, условно, срок, то есть мы сейчас то полгода добавляем, то полгода убираем, вот понимаете, так вот кидаться, ведь есть какие-то планы, есть какие-то обязательства у депутатов для того, чтобы выполнить, если у тебя появляются какие-то идеи, но поспеша и не спеша, ведь у нас недаром говорят, но если это был бы как тот же декабрь, всеобщие выборы, чем они мешают? Когда говорят, что нужно утверждать бюджет, ну, хорошо, сделайте там ноябрь, но сказать, что депутаты, вот так пришедшие, сходу разберутся в бюджете, тогда делайте выборы в марте, как это всегда было, во все времена практически, у них достаточно времени для того, чтобы подготовиться, понять, вникнуть, что такое бюджет, как с ним работать, куда нужно направить средства или нет, и, пожалуйста, он в октябре и в ноябре уже будет готовым к тому, чтобы принимать взвешенные решения по бюджету. Вот для меня это непонятно. И если уж, например, срок выборов был в декабре, дайте доработать, принимайте решение, следующее, чтобы уже, вступив на этом берегу, дано договориться, что следующие у нас выборы будут вот тогда-то. И люди сориентируются и избиратели, и депутаты. А вот так хочу вот эти хочухи, не хочухи, они, к сожалению, не должны быть превалирующими при принятии решения. Ну, тем более, вот мы видим, да, какая явка была в сентябре на прошедших выборах. Марина Сергеевна, вы сами хотите в 2016 году баллотироваться в Госдуму? Вы знаете, я вам отвечу. Я не хотела баллотироваться ни на одни выборы. И говорю это очень честно. потому что решение принимает, я уже говорю, я коммунисты и не скрываю. Когда решение обкома о том, какие кандидатуры, это обсуждается на пленумах, на партийных собраниях, ну вот по цепочке, и когда твою кандидатуру называют, я выполняю партийное поручение. Когда меня в городскую думу, в мою кандидатуру выглянули, да, первое, с кем я посоветовалась мужем. Он мне сказал, иди, все равно не выберут. Поэтому я не знаю, кто рвется как бы в депутат. Если ты хочешь помочь, можно помогать на любом, так сказать, вот месте, которое ты занимаешь. Но выполняя партийное поручение, ты должен, во-первых, соответствовать тому, чтобы тем, кто тебя выдвинул от компартии, да, не было бы стыдно за твои поступки, за твое голосование. Потому что красиво говорить и представлять себя сегодня научились очень многие. А вот проверить, правда ли человек говорит, это нужно проверять не по подаркам, которые раздаются активно и в процессе выборной кампании, и потом, а по итогам, по протоколу голосования. Это документ. И вот, когда ты можешь повлиять и какие-то решения, которые мы принимали, и наша фракция, мы поддерживали, да, например, когда инвалиды их делили на черных и белых, кто в неприватизированном жилье не получали все льготы, а в приватизированном нет. Пусть там небольшая сумма, но сумели мы пробить, например, это изменение в законе. Есть и другие, можно перечислять, которые идут. Поэтому пытаемся, люди должны знать нашу позицию. Ну, то есть, если партия условно даст вам возможность... Невозможность, если это будет партийное поручение. Ну, хорошо, если это будет партийное поручение, то вы пойдете в Государственную Думу, не станете отказываться. Я пытаюсь убедить, что это достаточно сложно. Вот я грубое слово не хочу использовать, но когда я уже человек, который рвется в депутата, мне немножко страшно становится. Я не могу понять, для чего люди рвутся. Вот когда я в депутатом была в городской думе, одна депутат от КПРФ, мне всегда городская дума напоминала такого большого кота Успенского, который за лампку на хвостик мышки, а мышка только идет. То есть свою роль я в чем хотя бы, я озвучила, что там в действительности происходит, что происходит, что готовится и так далее, доносить, почему те или иные решения приняты. Ведь в этом мы все, если это непопулярное решение, и которое не на пользу, может быть, и города, я должна объяснить, почему это произошло. И в общем-то здесь и к себе вполне критично всегда отношусь. И все-таки к избирателям, которые именно этот состав тот выбрал представительного органа. Ну то есть не станете отказываться от Госдумы. Но еще, во-первых, нет решения. И еще не обсуждалось. А я не люблю на если гадать. Ну хорошо, у нас осталось с вами 5 минут. Я предлагаю поговорить в конце программы об экономических темах. Вот у вас 24 сентября пленарное заседание УЗС, и вы там будете обсуждать новый порядок исчисления налога на имущество организации. И в частности это коснется владельцев торговых административно-деловых центров площадью больше тысячи квадратных метров. Вот разделяете ли вы инициативу об изменении порядка исчисления налога и как вы голосовать будете? Я могу вам сейчас следующим образом сказать. Во-первых, я посмотрела какие отклики идут на эту информацию и опять же заблуждение, когда на депутатов они такие сяки, им делать нечего, что они выдвигают эту инициативу. А я, кстати, нигде не нашла чья инициатива. А я, может, специально взяла вопросы, которые примерный перечень, да, вы можете сами прочитать, кто готовит этот вопрос и будет его выносить. Елена Васильевна, зампредседателя правительства области, министр финансов. И второй вопрос. Здесь записано не о введении вот этих новшеств, а о уточнении срока введения. Дело в том, что правительство у нас области вынуждено выполнять федеральный закон, изменения внесены в федеральный закон. И области позволено только определиться со сроками и надо смотреть, кто проголосовал, да, за данный федеральный закон большинство, который у нас сегодня в Госдуме. И как будем голосовать большинство в законодательном собрании. Я, например, не могу голосовать, не получив информацию. Вот сейчас еще я немножко вопросы другие курирую, материалы будут разосланы на следующей неделе. Мне всегда не хватает объективной информации. А в общем-то должно обязательно сравнительный анализ. Вот что мы сейчас имеем, что будем иметь с введением этих технологов, да, или там повышенные кадастровые, там оценки. Там и речь пойдет и о физических, об имуществе физических лиц, то есть не только об организации и так далее. Это уже с почкой целой идет. Поэтому нужен ли тот момент, когда это сейчас нужно вводить? А насколько коснется это каких предприятий? Потому что у нас сегодня же информация, да, открывают этот торговый центр, который на углу Воровского и Ленина. Против него многие очень, да, оставали, его уже откроют. У нас сегодня столько развлекательно-торговых центров, а нужно их такое количество или нет? Или у нас так много денег, что на развлечения там и на торговлю мы не знаем, куда потратить деньги? Но учитывая, что в Джиммуле очень много... 40% уже свободных площадей. Ну да, это общее количество вообще по торговым центрам. Когда ты строишь здание, ты на что-то рассчитываешь, есть у тебя и риск определенный. Ты должен понимать, почему ты можешь использовать это здание. И как любой бизнесмен, как правило, он работает в нескольких направлениях. Если у тебя это единственный бизнес, как правило, любое, так сказать, пошатнувшееся положение ты в провале. А когда у тебя несколько направлений, там где-то производство, где-то торговля, и все, ты можешь, наверное, как-то какой-то сбалансировать и найти выход. Но это сегодня, в общем-то, информация, о которой я говорю о сроках, речь идет, о том, что это федеральный закон был принят, в любом случае эти будут вводиться новые, и благодарить надо Государственную Думу, которая приняла этот закон федеральный. А в чем логика федерального законодателя? Вы знаете, надо их спросить. Вот в Единой России, которой большинство проще, наверное, поднять протокол голосования Государственной Думы по данному закону, по федеральному закону, и посмотреть, кто как проголосовал. Можно понять, что с одной стороны это наполнение дефицитного бюджета, но с другой стороны вы же наступаете на горло предпринимателям, которые и на Думе, в Государственной Думе надо, наверное, депутатов спросить, кто за это голосовал, и кто принимал этот федеральный закон. А вертикаль власти их, так сказать, принуждает, федеральный закон вы должны, хотя не надо забывать, это не богом спущенный нам, так сказать, какой-то закон, его люди принимают, депутаты, с них и спрос. Ну, в общем, об этом мы вспомним, видимо, в 2016 году, когда снова пойдем на парламентские выборы. Нет, ну почему? Не так далеко можно посмотреть, как будут законодательные собрания, голосовать 24 сентября. Можно взять протокол и посмотреть, кто как проголосовал, уже изучив материалы, которые поступят депутатам. Ну, видимо, вот мы в этом, в нашем с вами эфире, следующем, одном из следующих эфиров это и сделаем. Сейчас я предлагаю закончить, потому что, к сожалению, время у нас эфирное вышло. Это было особое мнение вице-спикеров ЗС Марины Сазонтовой. Эфир для вас вела Юлия Афанасьева. Я благодарю вас за эфир. Спасибо. Спасибо всем. Да, всего доброго и до свидания. До свидания. До свидания. До свидания.